Ммм. Ммм. Просто живительно. Здесь 6 бананов, 130 грамм где-то сахара, 100 грамм листков мангольда и малина. Просто топ. После полумарафона особенно. И коротко объясню по существу, почему именно для бегунов данное видео и людей, которые что-то понимают в беге. Я ищу до сих пор. Пробежал полумарафон и некуда мне воду с собой брать. То есть я взял гель, такой очень водянистый, это была моя вода. Конечно, дегидрация, конечно, стена, потому что, не знаю, сахара есть не доберешь, потому что у меня такой не самый большой ремень, который я ношу. Туда телефон помещается, ключи и вот как раз один гель и буквально пару таблеточек Dextra Energy. Так, вот, Dextra. Но я хотел найти бутылку или две бутылки желательно, которые будут на ремне или у кого есть опыт, вот эти штуки, которые на руках носят, которые, где тебе не нужно бутылку фактически сжимать пальцами, а она вот болтается на запястье. Это вообще тема или нет? По-моему, не очень. Это какой-то... Мне, в принципе, вот с ремнем, болтающимся телефоном на поясе вполне нормально. То есть я ищу бутылочки, максимум 150 миллилитров, две бутылки и все это в поясе. И чтобы это было лучшее, да, абсолютно лучшее, потому что здесь я точно не хочу размениваться. Эту вещь я буду использовать долго и упорно. То есть Best from the West и Nonplus Ultra Creme de la Creme. Самое лучшее, самое легкое, там где патенты какие-то есть, то есть удобное и так далее. Кто знает конкретные модели, пожалуйста, в комментариях. И, в принципе, вот основная часть темы данного видео закончилась. Хочу рассказать немножко о наблюдениях во время бега, которые отражаются в актуальных новостях даже. Бегаю я. В основном вот у меня есть секция леса, она 3 километра буквально длится. И за счет того, что я пробежал 22 километра, я сделал несколько кругов. Секция... сегменты леса в итоге уместились где-то на 6-7 километров. В том числе несколько, не знаю, километров, да, происходит около полей. Различных полей, там кукуруза, пшеницы, ну что-то такое. И все это не биокачество, кормовое, либо даже на биодизель используется биотопливо. Раньше. Что было раньше? То есть я в Германии уже не первый год. Раньше были стаи, стаи слепней, комаров в лесу. Просто что-то нереальное. Ты мог забежать в лес и выбежать с совершенно другим человеком. В итоге, да, потому что из тебя все соки высосут, эти насекомые. Ты мог, не знаю, лицо реально вот так протирать рукой. И на ней осталось бы как слой пыли, слой мошек. Но ничего такого. То есть уже июль, да, столько времени от лета прошло. То есть все эти насекомые иметься должны. Но их нереально просто мало. Ко мне, вот полумарафон, сегодня 19 градусов, высокая влажность. Солнце буквально один раз, по-моему, глядывало. Ни одного слепни не пристало ко мне. Окей? И я как не жалуюсь, да? Это, ну, типа здорово. Но потом подумаешь, из-за чего это? И не опасно ли это? Что это за знак такой, когда жирности мало становится? То есть меньше насекомых, меньше птиц. Соответственно, вся эта цепочка, ну, по биологии вы учили, пищевые цепочки и так далее. Как там, муха, паук, птица, бомж, вот. И, в общем, потом на медне я видел новости о том, что некоторые виды насекомых более чем на 80% вымерли. По сравнению с 10-летней, что ли, давностью, не буду врать, не помню, какая там давность была, но серьезно, некоторые виды находятся под риском, под угрозой исчезновения. И пчелы тоже в основном страдают. Пчелы, если кто не знает, это самое важное вообще животное в мире. То есть человек отдыхает абсолютно. Если вымрут все пчелы, то это будет стоить человечеству сколько-то там, 4 или 5 или 6 миллиардов долларов, чуть ли не в день, что ли, чтобы осуществлять работу пчел человеческой силой. То есть оплачивать, соответственно, людей, которые будут с этими ватными тампончиками, палочками ходить и все это опылять. Вот настолько, настолько важны пчелы. То есть задумайся перед тем, как убить, например, пчелу, которая залетела нечаянно. Или что вот это насекомое реально выполняет просто нереальный охват работы в мире. И все эти насекомые под угрозой исчезновения популяции пчел. Посмотрите в документалке, да, я не помню сейчас как точно называется, может кто-то в комментариях оставит. Пчелы сейчас по всему миру, да, 80% по-моему всей популяции вымерло. И, да, соответственно, все дальше по цепочке пищевой, все под угрозой. В Германии в том числе есть стандарт био, это тот стандарт, который не использует пестициды. И вот находятся люди в Германии с нашими зарплатами, которые говорят тебе, а био это фигня, вот, если биофермер, значит, с рядом не биофермер, то пестициды все равно попадут на и то поле. В конце дня в чем нахрен смысл, да, ты поддерживаешь то, что считаешь правильным или нет? Или ты просто платишь за, просто вообще бессознательно за что-то, за какой-то сервис, ты вообще не человек, ты глобально не можешь мыслить, ты просто, ну, без задней мысли, вижу, хочу, срываю, ем, там, не знаю, что-то такое, короче. Ну, можно же задуматься немножко, что ты своими деньгами каждый день делаешь какой-то выбор, да, что-то поддерживаешь, что для тебя в актуальный момент считается правильным и что будет основой твоего завтрашнего дня. Ты выбираешь это сегодня и ты выбираешь в итоге, ааа, заплачу там немножко поменьше, чтобы, чтобы что? Чтобы уничтожить, ну, локально, да, природу Германии или учитывая глобализацию, весь, всю планету. Я не утрирую, это не трагедия, не драма. Я только что пробежал, да, я узнаю это на каждодневной основе. Раньше я на велосипеде ездил, откуда вообще в том числе такая тема, что с закрытым ртом ездить? Я раньше все думал, бо, это я круто, конечно, задумывал, что научился носом дышать, вплоть до 160-165 пульса, потому что рой был, мушек, пчелы, осы и прочее летали по дорогам, и чисто все это не хотелось иметь в ротовой полости, значит. И сейчас все, все, все этого нет. Серьезно, нет никаких роев, мошек и прочего нет. Я не видел в этом году, сейчас июль, конец июля уже, можно сказать. Это я на каждодневной основе могу наблюдать. У нас столько зелени здесь, столько лесов и прочего-прочего, но и столько людей, которые используют пестициды, то есть традиционное земледелие и прочее. И тут, возможно, опять-таки недалекие люди без обид, да, не все проинформированы в этом плане, недалекие. А вот кто знает и все равно делает, тот уже в другом смысле недалекий, в негативном. Но те, кто просто не проинформирован, большинство из вот перечисленных, кукуруза, там, пшеницы, с которой вот я бегаю, все они используются на корм, как и большинство мировых запасов, не запасов, а земледелий, то есть урожаев, растений, большинство из них, около 70, по-моему, процентов, уходит на животноводство. И вы думаете, что животных кормят стандартом био? Нет. Нет. Если, вот есть мясо, да, в стандарте био, органик, и по этому стандарту тебе животных можно кормить не биопродуктами, да? То есть там другие фишки насчет биомяса и прочее, но даже там ты не найдешь серьезно какого-нибудь фермера, который кормил бы своих животных растениями по био-стандарту. Это было бы вообще нереально дорого. Это вот из разряда того маразма, который в Японии продают коров, в том числе были лоты, на аукционе они уходят, реально за миллион долларов одна корова. Ее там, не знаю, один человек за ней ухаживал, массажей каждый день, чтобы жир распределялся. Жир распределялся! Ты только вдумайся в это! Серьезно! Это просто сумасшествие! И люди платят миллион долларов! Миллион долларов! Ну, не знаю, попробуй разминать себя! Жир у тебя распределится, что ли? Ёлки-палки, у человечества серьезно нет... Нет просто шансов. Нет шансов. Это убогий вид. Просто паразит. Еще один паразит, о котором я сегодня обязательно хотел рассказать, это Тёнис. Я уже рассказывал, кто это такие. Это мясофабрика у нас в соседнем городке Редовинбрюк, в котором население 50 тысяч человек. И вот глава Тёниса, близкий друг Путина, у них, они сейчас забивают 26 тысяч животных в день. Население городка 50 тысяч человек. Они забивают каждый день 26 тысяч животных. Да? Коровы, свиньи и прочее. И другие животные. Сейчас они планируют расшириться. Сколько там? 36, по-моему. Или 33 тысячи хотят в день забивать. И если ты хочешь помочь, то просто подпиши по ссылке в описании. Change.org. Протестная акция. Там вроде 10 тысяч нужно собрать или что-то такое. Будет просто круто, если ты подпишешься. Неважно, где ты, подпись, то ничего не стоит. Конечно, там можно дальше еще и деньги положить, но и так далее. Это не нужно. Просто подпись, и это будет круто. Это уже будет здорово. Я узнал только вот сегодня. Протестные акции уже были, оказывается. Я участия не принимал, естественно, но подписал. Это серьезно, это паразиты. Паразиты в нашей стране, на нашей планете. Они здесь, чтобы просто стать еще богаче, сделать свои виллы еще больше, устроить своих родственников детей еще лучше и устроить на работу как можно более дешевых работников. Это люди из Польши, Румынии, которые получают по 4,50, по-моему, евро в час. Минимальная зарплата в Германии 8,50. За счет того, что они типа там дают жилье. Но это как раз то, которое в одном доме, который рассчитан на обычно максимум две немецкие стандартные семьи. Там живут выше 30 поляков, румын и других национальностей, людей, которые себя не уважают, животных не уважают и приезжают в Германию чисто вот паразитировать. Но главные паразиты, конечно, те, кто вообще ведут такой бизнес. В итоге разрушение планеты это больший биологический след, водяной след, то есть воду используют гораздо больше, говно все остальное, все это, переработка, это еще больше негативное влияние на окружающую среду. Это в прямом смысле паразиты. И вспомните, в такие моменты, когда вы думаете, ну это же тоже человек, вспомните про пчелку. Пчелка, которая никому ничего не делала, но вымирает из-за того, что такие ублюдки инвестируют, финансируют в разрушение, серьезное разрушение планеты. Ничего для своего окружения, то есть для природы такие люди не делают. И подумай в следующий раз, когда ты будешь в магазине, кого ты спонсируешь своим рублем, евро, долларом, тенге, без понятия, чем еще к ривной. И это в принципе все на сегодня. И я напомню, я ищу Нон Плюс Ультра лучшие бутылки и пояс беговой. Спасибо, если ты поделишься в комментариях о конкретной модели или продолжишь дискуссию о паразитах, настоящих паразитах на этой планете. Будь веганом. До новых встреч!